Главное политическое событие осени. Марш миллионов состоялся в минувшую субботу в Москве. Это первая акция оппозиции после летнего затишья. На подходе к месту сбора митингующих в Пушкинской площади попадаешь на своеобразную ярмарку политических убеждений. От флагов рябит в глазах. Люди различных взглядов пытаются обратить прохожих в свою политическую веру. Победа будет за социализмом и белая ленточка. Она только отвлекает народ от правильного пути, чтобы отвлечь народ от главного, чтобы прийти к власти, помочь этой же сегодняшней власти. Вот и все. Народ этого не может понять. И тем более молодежь. Поэтому мы стараемся объяснять вот таким образом наши газеты и молодежи предлагать. Мы предлагаем наши мысли. Мы им объясняем, что только социализм самый верный путь. И он все равно победит. Пройдя через рамки металлодетекторов, попадаешь на позиционное распутье. Левые налево, правые направо. Пока строились две эти колонны, политические лидеры обоих направлений всячески развлекали народ. Курс! Слободный город! Междуречес! Слободный город! Нижний Новгород! Слободный город! В два часа дня колонны тронулись. Каждая со своими лозунгами, со своими требованиями и под своими флагами. Сошлись митингующие только на том, что власть нужно менять. А политзаключенных освободить. Во время коротких остановок оппозиционерозаводил и беседовали с прессой. Мы не будем торопиться расходиться с площади. Имеем на то законное право. И мы будем требовать, чтобы высшее руководство федеральное пришло к нам на митинг. Пришло на площади, в прямом эфире, на центральных каналах. Мы начали диалог, переговоры по нашим требованиям. Потому что если и дальше они не будут нас слышать, то реально выйдет миллион, но который уже выданут просто ультимату. 48 часов на сборы с вещами и до свидания. В стороне от громкого оппозиционного события не смогли остаться и ивановские активисты. Сегодня приехали не только я приехал. Приехали многие ивановские активисты, и левые, и правые, выразить свой протест против политики государства, политики ивановских властей. Посмотреть и научиться, как организовывать такие митинги. На подходе к месту митинга колонны встретились. Только тогда стало понятно, насколько много людей пришло на площадь. Правда, точные данные, как всегда, разнятся. По подсчетам полиции, которые всегда отличались скромностью, участников митинга было чуть больше 14 тысяч. По нескромным подсчетам оппозиционных лидеров – 100 тысяч. Мы начинаем очередной марш миллионов! Мы обещали прийти еще! Мы обещали собираться, пока власть не начнет выполнять наши требования. И мы сдержали слово! Мы снова здесь! И нас снова десятки тысяч! На митинге звучало много лозунгов. Нет репрессиям, свободу узникам 6 мая за досрочные выборы. И неизменный – за честные выборы, за легитимную власть. Но диалога с властями, как всегда, не получилось. Поэтому следующий марш назначили на конец октября. Наталья Романова, Артем Алиев, РТВ Иванова.